Доброе утро, уважаемые земляки, жители республики, гости. На утро у нас, согласно оперативной информации, сегодня на 31 мая в режиме домашней изоляции у нас находится 232 человека. Всего по нарастающей с начала пандемии с весны 2020 года у нас по республике зарегистрировано 20 834 случая новой коронавирусной инфекции. За вчерашний день у нас прибавление на 14 больных. С признаками остро-респираторной инфекции у нас госпитализировано 160 человек, в тяжелом состоянии 8, из этих 8 5 находятся на искусственной вентиляции легких. Всего выздоровел за прошедший период 20 180, за вчерашний день у нас 15 человек выписано с выздоровлением. К сожалению, у нас летальных случаев на сегодняшний день 377, что составляет на сегодняшний день 1,7 до 100 тысяч случаев. Хотел бы напомнить, что в среднем по России эта цифра находится на уровне 2,2 на 100 тысяч населения. Что касается у нас текущей эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией по республике, могу сказать, что на сегодня у нас крайне нестабильная ситуация. Вы, наверное, уже наблюдаете последние два месяца, апрель-май мы топчемся, так сказать, практически на одном уровне заболеваемости. Но это не говорит о том, что идет такая равномерная какая-то заболеваемость. Приведу пример, когда, например, в одном районе появляется один больной коронавирусной инфекцией, затем два дня не регистрируется в этом районе и одного заболеваемости. Потом из круга контактных, которую мы выявили, идет 2-3 заболевших. И вот такая нестабильная ситуация отмечается во всех районах. Единственное, город Элиста нам дает практически половину заболеваемости ежедневно. Город Лагань стабильно дает 1-2 случая в день. И Шалтинский район, Черноземельский район. Поэтому он на сегодняшний день говорит о том, что у нас какая-то благополучная или стабильная ситуация, я не могу. Любой какой-то негативный фактор, любое какое-то массовое пренебрежение мерами личной профилактики приведет к росту. Как я уже одни раз отмечал, у нас есть такие определенные эпидемиологические особенности. Например, зависимость по заболеваемости от больших городов, например, с Москвой. Это связано с нашей трудовой маятниковой миграцией, определенными культурными деловыми связями, поездкой наших студентов и так далее. Поэтому мы видим, что в Москве идет рост. Там нету, конечно, взрывного роста, но рост идет. И поэтому мы, в принципе, прогноз делаем такой крайне осторожный, что прогноз у нас будет, что у нас на этом уровне может продержаться какое-то время. Но еще раз повторюсь, любой негативный фактор, любой может вывести эту ситуацию из равновесия. Мы надеялись на том, что нам поможет вакцинация. Но на сегодняшний день, я могу сказать, и Юрий Викторович, наверное, подтвердит, те темпы вакцинации, на которые мы надеялись, или охват вакцинации, он не соответствует действительности. Я думаю, Юрий Викторович, он отдельно посвятит статистике по вакцинации. Есть, конечно, и положительные, и отрицательные цифры, но в общем динамика очень плохая. Поэтому на сегодняшний день я хочу еще раз сказать, надо вакцинироваться. И для этого я подготовил несколько обзоров, связанных с массовой вакцинацией. Например, эффективность вакцинации в США. Ученые подсчитали, что вакцинация уменьшает шанс заболеть коронавирусной инфекцией в 300 раз. Это связано с локализацией, размножением вируса короны верхних дыхательных путей. И именно вот этот ранний иммунный ответ у вакцинированных способствует тому, что вирус не размножается в таких количествах, как у невакцинированного человека. И поэтому уже ученые Центра по контролю за инфекционными заболеваниями подсчитали, что в среднем, если у них 11 миллионов заболело из 300, это вот вводные данные, у них 200 тысяч умерло свыше 200. В среднем это 3% от популяции, затем они взяли вакцинированных. Значит, ну в любом случае, вот то, что я сказал, вакцинация снизила шанс заболеть в 300 раз. Если мы посмотрим другие страны, тот же Израиль, на сегодняшний день у них довольно-таки большой процент привитых. И если у них на январь, декабрь-январь месяц регистрировалось до 8 тысяч заболевших в сутки, то после начала массовой вакцинации на сегодняшний день у них не больше 2-3-4 десятков больных в день. И это именно среди невакцинированных. Эту же практику подтверждает Великобритания, где идет массовая вакцинация. У них тоже прямо на глазах падает заболеваемость суточная. Также другие страны, такие как Катар, Бахрейн, где маленькое население коренное, они прививают быстро. В новостях наши соотечественники видели такое карликовое государство, как Сан-Марина, где, кстати, прививается спутником, где несколько тысяч жителей. И именно соответствующая и быстрая вакцинация способствовала вообще нулевой заболеваемости. На сегодняшний день, в большинстве дней недели, регистрируется, что нулевая заболеваемость. Что могу еще сказать? Много здесь проведено таких социологических исследований, почему россияне не спешат провиваться от ковида. И делается вывод, что причины сопротивления вакцинации среди населения выходят за рамки медицинских. Много таких спорных выводов сделано, в том числе и политических, в том, что идет недоверие к власти, идет сопротивление, есть, так сказать, ковид-диссиденты и так далее, и так далее. Но единственное, могу как врач сказать, ну понятно, что у каждого есть свои позиции политические и так далее. Ну при чем тут политика? При чем тут какое-то, ну, недоверие к новостям? Речь идет о личном здоровье. Сейчас уже нельзя сказать, что коронавирус это миф или фейк. Я думаю, за вот прошедший год-полтора люди убедились, что вирус существует. Я думаю, у каждого человека в окружении, в ближайшем, в родственниках, друзей, коллег, кто-то заболел, кто-то тяжело это перенес. Возможно, даже кого-то они потеряли из близких. И говорить о том, что этой инфекции не существует, я думаю, уже никто и так не может сказать. И на сегодняшний день это аксиома, чтобы остановить эпидемию, нужно вакцинироваться. Тут как бы двойственный подход. Я как организатор здравоохранения могу говорить об общественном здоровье, когда пытаюсь убедить людей, чтобы остановить эпидемию, чтобы нам вернуться в старый, в штатный режим, доковидный. Нам нужно иметь определенный коллективный иммунитет. Это гражданский долг привиться человеку, чтобы остановить эпидемию. И в индивидуальном плане, как врач, я вам говорю, что речь идет о личном здоровье, о здоровье близких. Если вы привьетесь, как я уже приводил данные, в 300 раз практически снижается шанс заболеть у привитых. Идет стопроцентная гарантия, что у вас не будет тяжелых случаев. Никто не говорит о том, что вы не заболеете или так далее. Тут мы всегда говорим правду в этом плане. И касалось это прививок по гриппу, сейчас по коронавирусной инфекции. Вакцина спасает от тяжелых случаев. Вы не попадете в реанимацию, делаете с каким-то легким течением, с симптомами УРВИ. Все. Что касается послевакциональных осложнений, то вот эта полугодовая практически практика применения наших отечественных вакцин. Спутника чуть меньшей степени, и Пивака, и который сейчас появился Кови-Вак Чумаковская, показывает, что процент осложнений минимальный, он даже меньше, чем у других классических вакцин, который мы применяем от гриппа, от кори. На сегодняшний день говорить о том, что спутник, наша основная флагманская вакцина, она сегодня оправдывает. Она даже по заявлениям иностранного министерства здравоохранения других государств, тоже Аргентины, Сан-Марины и так далее, даже эффективность ее больше. Производители заявляли на уровне 91,7% эффективности. На сегодняшний день она уже подбирается к 97%. Полевое применение данной вакцины показало ее даже в более высокой эффективности. На подходе сейчас у нас идет еще вакцина спутник Лайтс для однократного применения. Мы, возможно, получим, ну, может быть, в ближайшее время какие-то малые партии. К осени, наверное, уже будет более серьезной поставки. Она в первую очередь предназначена в двух случаях. Первое – это применение уже переболевшими больными или те, кто вакцинировался, но иммунитет слабо выразился. Спутник Лайтс – это применение одного компонента. Второе – это для быстрого оккупирования эпидемической вспышки на каких-то отдельных территориях. Применение спутника Лайтса, он, его заявляется, эффективность на уровне 75% от выработки иммунитета, имеется в виду, и для быстрой локализации каких-то вот таких серьезных ситуаций на локальных территориях. На сегодняшний день также говорится о том, что среди пожилых людей иммунный ответ идет слабее, чем у более молодых, но это было, в принципе, известно давно. Сейчас разрабатываются инструкции о применении третьей дозы вакцины, пока это под вопросом, идут дальше изучения. Но, к сожалению, те планы, которые мы строили совместно со здравоохранением, в быстром и массовом охвате вакцинации у нас в республике, я буду говорить только по республике, пока не оправдывает наших надежд. И в связи с этим я даже не берусь брать прогноз дальше, чем на месяц, поэтому под угрозой у нас и проведение выпускных, и проведение других мероприятий. На носу у нас еще осень, поэтому призываю еще раз привиться и выполнить свой как гражданский долг, остановить эпидемию и позаботиться в личном плане, позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Передаю славу Юрию Викторовичу. Добрый день, уважаемые земляки, уважаемые друзья. Действительно, Джангар Николаевич достаточно подробно осветил ситуацию с заболеваемостью ковидом. Оптимизма, к сожалению, на сегодняшний день действительно не так много. Уровень заболеваемости хоть медленно, но очень планомерно и плавно, на мой взгляд, растет. Мы шли на цифрах 7-8 в сутки, сейчас у нас 13-14-15 заболевших в сутки. И, к сожалению, этот уровень заболеваемости не позволяет нам, скажем так, перейти на работу только в условиях инфекционной больницы. Потому что все-таки регистрируется довольно много. Через чего это возникает? Возникает это в первую очередь от того, что мы сейчас на сегодняшний день привили 30% от плановых цифр, то, что могло бы обеспечить нам коллективный иммунитет. То есть привито сейчас 30% населения, которое должно привиться. Должен отметить, что очень приятно, что у нас наше старшее поколение активно идет на прививки. И по показателю привитых возрастной категории, скажем так, 60+, Калмыкия занимает сейчас четвертое место в стране. По уровню общей процента привитости населения подлежащих прививок мы сейчас где-то 12-е в России. С одной стороны, казалось бы, вроде неплохо, но это неплохо. Это задел, скажем так, первых месяцев вакцинации, когда действительно люди шли активно, осознанно. Те, кто действительно хотел привиться и те, кто понимает, что прививка – это единственный способ избежать тяжелых форм развития заболевания. Ну и, по сути, в 90% случаев избежать заболевания вообще. На сегодняшний день такая иммунная прослойка в 30% не даст гарантии нашему обществу того, что мы снова не попадем в какой-то пик, что у нас не будет вспышки. Вспышка при таком уровне иммунной прослойки населения, на мой взгляд, будет обязательна. Поэтому, в первую очередь, все-таки хотелось бы обратиться к нашим молодым людям, которые считают, что ковид – тяжелые формы – это удел возрастных пациентов, а молодежь, даже если вдруг и заболеет, перенесет в легкой форме. Вы все прекрасно владеете своими гаджетами, находитесь в интернете, и все вы видите о том, что на сегодняшний день мутации вируса COVID-19 происходят повсеместно и очень часто. И современные мутации вируса, они уже с легкостью поражают и более молодое поколение. Поэтому, уважаемые земляки, привиться нужно обязательно. Это безопасность ваша, в первую очередь, но и также вы перестанете быть источником угрозы для своих близких. Вы можете спокойно посещать своих родителей, общаться с друзьями и вести нормальный образ жизни. В противном случае, вы все время будете находиться в зоне риска и для себя, и для своих родных, для своего окружения, для своих близких людей. Что мы сейчас увидели на фоне вакцинации? На фоне вакцинации мы сейчас видим, что у нас нет всплесков. Уже сейчас есть понимание того, четко осознанное, о том, что вакцинация несет свои плюсы. Опыт западных стран, который озвучил Джангер Николаевич, это, конечно, в первую очередь и Израиль, и Сан-Марино, и Бахрейн, и Арабские Эмираты, и Катар, и Великобритания, которые привили уже там свыше 50% населения своего, сейчас они перешли в штатный режим работы. И востребованность вакцины там очень высокая. Они бы привили уже гораздо больше людей, просто самой вакцины не хватает. У нас же парадокс только в обратную сторону. Вакцина есть, а желающих прививаться нет. При всем том, что действительно статистика, вот мы привили уже более 30 тысяч человек, и не получили ни одного серьезного осложнения. Казалось бы, что нужно? Нужно просто прийти и привиться. Сейчас прошло уже больше года с начала пандемии коронавирусом. Сейчас те лица, которые переболели в первой волне, уже, по сути, потеряли иммунитет, который они приобрели естественным путем заболевания. То есть, к осени, к простудному сезону мы получим в сухом остатке только тех, кто переболел недавно, и только тех, кто привился. И в общей сложности это будет очень небольшой процент населения Республики Калмыки. Остальные люди уже будут либо потерявшие иммунитет, либо не болевшие. И в этой среде вирус может спокойно и стремительно распространяться. При всем том, что сейчас летний период, и при всем том, что сейчас, скажем так, варианты ношения масок нигде уже практически не наблюдаются, люди перестали защищаться, и мы сейчас находимся как на пороховой бочке. Поэтому на сегодняшний день, несмотря на то, что мы перевели учреждения в плановый режим работы, возобновили диспансеризацию, уровень готовности борьбы с ковидом у нас остается очень высокий. Потому что мы сейчас не можем себе позволить ни на секунду расслабиться и тратим серьезные финансовые средства на запасы медикаментов, на запасы средств индивидуальной защиты, расходные материалы и многое-многое другое. Поэтому, уважаемые жители, по большому счету, сейчас ситуация с ковидом такова, что победим мы его или нет, уже не зависит ни от системы здравоохранения, которая по факту принимает и лечит всех, ни от системы Роспотребнадзора, которая проводит ограничительные мероприятия, эпидемиологические расследования. По факту, победим мы ковид или нет, зависит от каждого жителя Республики Калмыкия, от каждого взрослого жителя Республики Калмыкия. Насколько он ответственно отнесется к себе, к своим близким, я уже не буду говорить высоких слов, там и в общественном здоровье, всего остального, но хотя бы защитите себя и своих родных. Если вы сейчас привьетесь, то в осень, в зиму мы войдем абсолютно спокойно. Если же мы не достигнем иммунной прослойки населения, опять-таки это зависит от каждого человека, то осенью нас опять ждет героическая борьба, которая никому не нужна. Этот героизм медиков и всех остальных, напряжение в работе с полным напряжением сил в круглосуточном режиме, и поверьте, это не нужно никому. Медицинские работники и калмыкии всей страны хотят работать в штатном режиме и заниматься своими любимыми делами. Кто-то хирургией, кто-то акушерством, кто-то пульмонологией, а в итоге, если у нас не будет нормальной иммунной прослойки, мы опять все вместе будем бороться с ковидом. Тратить огромные силы и средства, и бюджета, и федерального, и республиканского на борьбу с тем, чего может просто не быть. И это зависит от вас, уважаемые жители. В плане готовности к ковиду на сегодняшний день в инфекционной больнице мы уже установили новый кислородный генератор, который обеспечит высокопоточным кислородом все койки инфекционной больницы. И мы просто мечтаем выйти на тот уровень, когда ковид станет просто сезонным заболеванием, как грипп с небольшим количеством тяжелых форм, который мы уже сейчас в состоянии обеспечить лечение на базе одного учреждения, то есть инфекционной больницы, того учреждения, которое и должно заниматься инфекционными болезнями. Мы просто мечтаем о том, чтобы все остальные учреждения уже перешли в нормальный режим работы и не задумывались о ковиде вообще. Поэтому мы готовы, мы готовимся и будем продолжать готовиться к любому развитию сюжета. Но тем не менее, уважаемые земляки, дальше это сценарий пишите вы. Как это пойдет? Уже даже не мы. Поэтому всех призываю привиться. И я привит, мои близкие привиты. И поверьте мне, через месяцев 6-8 после прививки я и мои близкие сделают повторные прививки, потому что я в этом убежденный, я убедил их в том, что без этого нормальной жизни просто не может быть. Сейчас готов ответить на вопросы. Так, Жанг Жениклавович, Юрий Викторович, вопросы. Как защититься кормящей маме малышу от ковида? Ну, на сегодняшний день детей мы от ковида не прививаем. Поэтому и маме, и малышу единственная возможность сейчас защититься, если они не имеют антител, это, конечно, соблюдение мер личной гигиены и безопасности. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, нахождение в проветриваемых помещениях, избегать массового скопления. Поэтому сейчас только пока таким образом. Поступили ли целевые места в медицинские образовательные учреждения? Ну, этот вопрос возникает у меня до 20 раз на дню, потому что звонки, обращения поступают. К сожалению, на сегодняшнее утро пока у нас нет информации о количестве, точном количестве мест, которые выделены в каждом конкретном вузе по целевым для Калмыкии. Но поверьте, они будут. И уважаемые родители, уважаемые выпускники, Министерство здравоохранения будет очень рада видеть вас всех у себя. И поверьте нам, что мы дадим максимальное количество в те вузы. Главное, успешно сдайте ЕГЭ, и главное, имейте все необходимые дополнительные баллы и бонусы для поступления в медицинские учреждения. А мы с радостью выдадим вам направление. Когда откроется новая детская поликлиника? Новая детская поликлиника, строительно-монтажные работы там завершены полностью, введены в эксплуатацию. Сейчас идет процесс лицензирования. На сегодняшний день пролицензированы педиатрические кабинеты, но мы не хотим открываться поэтапно. Что это приведет к тому, что если мы сейчас откроем просто прием врачей-педиатров без лаборатории, без служб лучевой диагностики, то получится родители с детьми, которые придут на прием к педиатру, вынуждены будут потом ехать куда-то в другое место сдавать анализы или где-то в другое место проходить обследование. Поэтому идет процедура лицензирования всех сплуж, включая и Ростехнадзор, это и котельные, это особо опасное производство, это и газ. Сейчас учреждение уже передано на баланс системы здравоохранения и по завершению комплекса полностью процесса лицензирования, опять-таки, я говорю, не только медицинского, но и под контролем ОЧС, технадзора, безопасность в первую очередь должна быть. Ну, запустимся в ближайшее время. Когда в Троицком откроют обещанную поликлинику и почему закрыли хирургии? На сегодняшний день проектно-сметная документация по созданию медицинского центра в поселке Троицком завершена. У нас были согласования по поводу крыши, довольно-таки непростые. На сегодняшний день медицинское оборудование для Троицкого медицинского центра уже полностью закуплено городской поликлиникой. Там будет, абсолютно ответственно заявляю, самое современное медицинское оборудование в полном объеме. Это и УЗИ, и рентгены, и все, что необходимо. Сейчас, в течение этого месяца, подрядчик, генеральным спонсором которого выступает, Лукойл, должны начать работы по приведению здания в соответствии с лицензионным требованиями. То, что касается хирургического отделения в поселке Троицком, я глубоко убежден в том, что пациент должен получать помощь там, где ему окажут ее наиболее квалифицированно. Хирургическое отделение поселка Троицкого и местные жители, это знают лучше меня на сегодняшний день, не соответствует для оказания полноценной хирургической помощи. Там нет нормальной мощной реанимации, там нет нормальных, хороших, современных операционных, поэтому расстояние плечо доставки здесь буквально 8 минут. Поэтому для пациентов безопаснее получить оперативное вмешательство в условиях республиканской больницы, где есть все необходимые материально-техническая база, где есть сопутствующие специалисты, и в случае возникновения любой внештатной ситуации и кардиологи, эндокринологи, пульмонологи, реаниматологи, то есть профильные специалисты сопутствующие всегда готовы прийти на помощь и помочь больным. Поэтому, опять-таки, тезис о том, что пациент должен лечиться там, где ему помогут, а не там, где ближе, я считаю абсолютно справедливым, и он только такой метод может действовать. Лишний раз нам это доказывает, то, что мы же маршрутизировали 97% родов на перинатальный центр, то есть действительно дисконцентрированная материально-техническая база и все ведущие специалисты, и 97% родов в республике происходят в перинатальном центре. И статистика не одного года, а последних трех лет подтверждает это, потому что Калмыкия сейчас находится в числе лидеров по наименьшему проценту потерь младенческих и материнских. У нас показатель этот на сегодняшний день, пожалуй, наверное, на протяжении трех лет. Иногда мы первые, иногда мы третьи в стране по наименьшему количеству смертей младенческой и материнской. Поэтому создание квалифицированных центров и получение помощи там, где действительно ее могут оказывать, оно подтверждается и данными статистики. После вакцинации антител всего 13%, что так мало? 13% – это очень высокий титр, максимальный, который я видел, по сути, 14-15%. Поэтому 13% – это очень высокий титр антител, который позволяет говорить о полной безопасности. Когда откроется рентгеноскопия, нужно сделать рентгеноскопию с баррием? Ну, на сегодняшний день плановые службы республиканской больницы работают. Вы можете получить рентгеноскопию с баррием и компьютерную томографию. Если говорить об открытии восьмиэтажного корпуса, который был задействован под COVID-госпиталь, на сегодняшний день COVID-госпиталь выведен из этого корпуса. Сейчас в рентгеноскопию с баррием и компьютерную томографию. Ну, потому что, сами понимаете, на протяжении практически года весь этот корпус заливался различными химическими веществами в виде диссредств. И там нужно провести небольшой косметический ремонт для того, чтобы пациенты уже, которые лечатся, там будут лечиться в профильных отделениях, находились в нормальных человеческих условиях. Нужно поменять линолеум, побелить стены, кое-где заменить двери, посмотреть, что там с сантехникой. И я думаю, что примерно мы поставили задачу сейчас к 20 июня восьмиэтажный корпус заработает в своем штатном режиме. Должен также отметить то, что с июня месяца, с конца июня, благодаря тому, что подписано соглашение с Астраханским медицинским университетом, уже с июня месяца профильные кафедры Астраханского медицинского университета и специалисты, это и профессора, и доценты, и другие научные сотрудники кафедр будут уже в постоянном режиме проводить курацию наших пациентов и совместное ведение больных во всех отделениях республиканской больницы. Впоследствии эта практика будет распространена и на детскую больницу, и на перинатальный центр, онкологию. То есть сейчас мы уже очень плотно рука об руку идем с медуниверситетом в плане оказания качественной медицинской помощи по всем направлениям и профилям, скажем так, медицинской науки в республике Калмыкия. Насколько хватает вакцины «Спутник Ви»? Ну, о том, чтобы говорить на 100%, мы это узнаем через год. На основании тех клинических га, на которых мы располагаем, «Спутник Ви» создает необходимый титр антител в 97% случаев, примерно в 3% случаев антитела не вырабатывается, это очень высокий показатель для любых вакцин, не только ковидных, и длительность иммунитета мы считаем, что будет год. Ну, я думаю, что практика это покажет более точно. Через год-полтора мы уже будем обладать своей местной базой этого исследования на регионе Калмыкия. Пока предполагаем, что год. Когда будет работать в плановом порядке отделение пульмонологии? В плановом порядке отделение пульмонологии пульмонологии будет запущено, как я уже говорил, в июне месяце. Сейчас можно, я думаю, тоже уже лечь. Но пока просто все это скучно. В принципе, несмотря на то, что мы выведем из восьмиэтажного корпуса ковидный госпиталь, но ковидный госпиталь на территории Резбольницы будет сохранен. Потому что примерно 100 коек мы хотим сохранить в многопрофильном учреждении, потому что ковидом болеют люди, зачастую у которых очень большое количество сопутствующих заболеваний, эндокринологических, пульмонологических, кардиологических, ну и различных других. Поэтому оставление ковидных коек на базе Республиканской больницы это уже принятое решение, и порядка 100 коек будет развернуто на базе отдельного крыла клиника диагностического отделения, которые также будут обеспечены всем необходимым оборудованием и кислородом. Когда начнут работать в обычном режиме социальные учреждения? Давайте я отвечу. На сегодняшний день этот вопрос находится в компетенции Министерства социальной защиты. Идет речь, скорее всего, о работе интернатов для пожилых, для психических больных. То, что мы говорили, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если мы будем все привиты, у нас будет здоровая ситуация, то, конечно, не будет никаких препятствий. На сегодняшний день, после той серии вспышек, которую мы регистрировали ранней весной в этих стационарах, говорить о том, что там на сегодняшний день безопасный режим, я не могу. Но после плановой вакцинации всего контингента, спецконтингента, который там находится, после массовой вакцинации всего персонала, после организации правильного режима, я думаю, можно будет и снять. На сегодняшний день к нам Министерство социальной защиты не обращалось с подобными рода заявками, поэтому сказать об этом невозможно. Недавно ко мне приходила инициативная группа родителей, чьи дети имеют определенные психические заболевания. Это связано было с работой группы дневного пребывания на базе Элистинского дома-интерната для таких детей. Но в связи с тем, что объемно-планировочное решение этого здания не предполагают отдельного входа, отдельных помещений для такой группы, поэтому Министерство социальной защиты пока им отказывает. Если можно будет, если будет возможность организовать правильно как бы режим таких групп, то я думаю, Министерство социальной защиты пойдет навстречу. Сегодня экзамен по химии. Зачем из районов направили гимназию Элисту? Это связано с требованием Министерства образования. Там есть определенные этапы контроля. И организовать в каждой школе вот этот контроль невозможно. Поэтому сложилась такая практика, что тематические экзамены проводятся на базе определенных школ или межрайонные, или в городе Элисту. У меня сегодня тоже самого старшего создают химии. И там связано с техническими определенными наличием рамок, глушилок, наличием волонтеров, наблюдателей из других регионов. Поэтому сам организационный процесс проведения единого государственного экзамена по определенному предмету технически невозможно на базе каждой школы это повести. Тем более не так много как бы желающих сдавать такие узкие. Я думаю, например, если базовые, такие как математика и русский язык, которые сдают все ученики, то можно как-то организовать, то такие узкие смысла нет распыляться. Сын переболел ковидом, лекарства покупали сами. Возврат денег возможен? Давайте я отвечу. Если вы покупали медицинские препараты, которые назначены вам врачом по медицинским показаниям в соответствии с профилем вашего заболевания, да, конечно, вы можете обратиться в страховую компанию, и страховая компания через медицинское учреждение возместит вам средства. Где взять сертификат о вакцинации? Если вы записывались через единый государственный портал услуг, то сертификат после проведения вакцинации автоматически придет вам в личный кабинет. одну поправку не обязательно сведет через портал госуслуг. Если вы провакцинировались в любом государственном учреждении, запись о вашей вакцинации будет внесена в портал госуслуг. И зайдя в личный кабинет, вы можете оттуда распечатать сертификат на английском и на русском языке, который как раз будет определенным документом о факте вашей вакцинации. Если все так хорошо, можно уже определиться с выпускным? Нет. На сегодняшний день ситуация крайне нестабильная, поэтому ранее, чем середина июня, мы не будем принимать решения в формате проведения выпускных. Весь май меня мучили мамочки насчет проведения последнего звонка. Могу сказать, что в других регионах более жестко прошло этот формат. Там требовали справки о вакцинации, о наличии антител у родителей, требовали наличие перчаток, температурный режим и так далее. Вы можете сравнить в Якутии и в ряде других регионов. Последний звонок прошел в режиме онлайн, по интернету, не вживую. Поэтому я не знаю, какие претензии могут быть ко мне в этом плане. Но опять же еще раз хочу сказать, ситуация крайне нестабильна. Если мы увидим рост, то мы будем уже думать о формате проведения выпускных. Я все понимаю, что праздник, нужно порадоваться за детей и так далее. Но я не могу сказать. С учетом того, что у нас такой низкий темп вакцинации, у нас идет несоблюдение элементарных мер профилактики, как масочного режима, социальной дистанции, как я могу ответить за весь за такую ситуацию. Будем работать, будем смотреть, думать. Нужно ли делать прививку от гриппа, если привит от коронавируса? Да, конечно, можно. Когда откроют длительные свидания? Уже несколько раз этот вопрос поступил. свидания? Ну, это, наверное, больше в компетенции пеницинарная эта система, да, у всех? Наверное. Но тяжело сказать, но могу сказать. Так, и последний вопрос, почему в садах непривитый воспитатель? Ну, у нас вакцинация в Российской Федерации носит добровольный характер, непринудительный, и опять-таки это как раз, скажем так, вопрос о культуре и ответственности каждого человека. То есть, если человек грамотный, если он понимает, что такое вакцина и для чего она делается, если он заботится о своих близких, тем более о детях, я думаю, что выбор тут очевиден, что лица, контактирующие с большим количеством людей по долгу своей работы, должны быть привиты обязательно, потому что они, как и сами могут заразиться, контактируя с неограниченным количеством лиц, так и сами стать источником инфекции для неограниченного количества лиц, если они будут заражены сами. Но если уже мы к завершению, я хотел бы выразить огромную благодарность жителям, в первую очередь, Киченеровского района и администрации, медицинским работникам Киченеровского района, которые уже, ну, благодаря совместной продотворной работе привилили более 50% населения своего района и жители этого района с пониманием относятся и понимая, что такое привились более 50% от ковида, а также выразить благодарность это и в первую очередь октябрьцам и малодербетовцам. Эти районы, которые привили уже более так же 40% своего населения и нормально, грамотно проводят политику. И я думаю, что именно эти районы на сегодняшний день самые безопасные, не то, что думаю, я уверен, самые безопасные в плане ковида и перспектив развития пандемии на их территории. Спасибо вам всем за работу и за понимание. Здоровья всем!